Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Смотреть картины. Ганс Маккарт. Автористский художник, декоратор, дизайнер мебели и интерьеров. Художник по костюмам, видный представитель академизма. Я цитирую Википедию. Обучался живописи в Мюнхене у Карла Теодора фон Пилотти. Выработал свой собственный стиль. Автор большого количества исторических и аллегорических композиций, множество портретов. При жизни получил широкое признание и имел множество поклонников. Его студия в 1870-80 годы была центром культурной жизни венского общества. Ганса Маккарта считали своим во всех странах немецкого языка. В Австрии, Швейцарии, Германии и очень любили в нашем Петербурге. Настолько любили, что существовало целое направление в портретной живописи Петербурга, которая называлась стилем Маккарт. Он писал на исторические темы, создавал портреты, чаще всего женщин. Портреты художника отражали не только внешность дамы. Глядя на полотно, зрители могли ощутить основные черты характера женщины. Маккарт жил затворником, и многие венские девушки мечтали, чтобы он написал портреты. Мечтали попасть просто в мастерскую, потому что его мастерская была настоящим музеем. Там хранились экзотические предметы, разные предметы религиозных культов, габелены, предметы домашней утвари. Маккарт притягивал венских женщин своими обещаниями, что при портретировании и в дальнейшей жизни, когда портрет переедет заказчица домой и займет свое место в интерьере, возникает особая атмосфера. Маккарт никого не пускал без приглашения к себе в мастерскую. С ним необходимо было заранее договориться о портрете, обсуждать в течение какого-то времени. И только после этого он приглашал портретировавую заказчицу на сеанс. Был маленького роста, имел необычную внешность с большой черной кудрявой бородой. Множество дам из России специально осуществляли воеж в Вену, и некоторым все-таки удавалось познакомиться с художником. Маккарт оказал влияние на европейских художников-модернистов, таких как Гюстав Климт и Альфонс Муха. В 1882 году император Франц Иосиф поручил Маккарту роспись спальни императрицы Елизаветы на вилле Кермес в венском предместье Лайонса, Твергарта. Живопись должна была иллюстрировать «Сон в летнюю ночь» Шекспира, и Маккарт выполнил множество ютюдов, но расписать стены ему помешала смерть. Он умер в возрасте 44 лет от вызванного сифилисом прогрессивного паралича. Заказ на Авеля Гермес был выполнен художник Гюставом и Эрнстом Клинтами и Францем Мачем. Большинство работ Маккарта находятся в музеях Вены. Маккарт изображен на австрийских почтовых марках 32-го и 1990-х годов. Ну вот так вкратце о австрийском художнике Хансе Маккарте или Маккарте. Я не знаю, как ставится ударение, прошу прощения. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы познакомились с этим австрийским художником. Пока-пока, смотрим картину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok